Займопонимание человека, птицы и собаки. Без этого невозможна традиционная кыргызская охота. В Исокольской области прошел фестиваль Салбурун. Участники продемонстрировали зрителям мастерство стрельбы из лука и совместную работу с беркутами и тайганами. По звериным тропам отправился и наш корреспондент Егор Орлов. В Салбурун один из самых красивых и эстетичных видов охоты. Здесь нет ни красных флажков, ни нарезных карабинов, ни стаи гонщих. Только человек и природа, охотник и его верные спутники. Лук, хищная птица и собака тайган. Тайганы уникальная, истинно кыргызская порода собак. Они очень смелые, в одиночку нападают на волка. Когда охотишься с тайганом, тебе даже ружье не нужно. Он сам будет приносить тебе дичь. Вице-президент Федерации Салбуруна Эшмухамбет Кубат увлекается охотой с детства. Его помощник Беркут Малор. Он признан лучшей ловчей птицей в мире. Обычно птенцов дрессируют сразу после того, как вынут из гнезда. Малора же поймали взрослым. Поэтому у него есть все качества дикой птицы. Сила, скорость, феноменальное зрение и абсолютное бесстрашие. Но в отличие от своих вольных собратьев, он предан человеку. Своему хозяину Эшмухамбету. Малор весит почти 10 килограммов. И способен в одиночку справиться даже с волком, спикировав на него с неба. Мы с ними даже вместе живем, вместе спим. Чтобы обучить этого Беркута, такой труд ему надо вложить. Себя надо вложить, ему показать, что ты с ним уже друг. Ты его не обидишь никогда. Потом он тебе душу отдает. Пока он душу не отдает, ты его не будешь дрессировать. Кыргызского охотника невозможно представить без лука. Ведь остановить схватку тайгана с волком может только меткий выстрел. Несмотря на все бесстрашие, тайгану редко удается в одиночку одолеть волка. Не говоря уже о стае. Да и Беркуту может понадобиться помощь человека. Недооценивать волков нельзя, говорят охотники. Иначе можно лишиться не только питомцев, но и жизни. Кыргызы издревле были виртуозными стрелками из лука. Ведь это оружие сопровождало их не только на охоте, но и на войне. Кыргызский лук особенный. В отличие от европейского, он сделан из рогов животных. Поэтому ему не страшны ни холод, ни влага. Салбурун с каждым годом становится популярнее не только в Кыргызстане, но и во всем мире. В прошлом году на фестиваль приехали представители девяти стран. В этом заявки на участие прислали уже 36 государств. Егор Орлов, Зарлыка Эмкула, Фулан Мунаимов. Новости Содружества. Кыргызстан. Ну а ученые считают, что охота с ловчими птицами и собаками насчитывает уже более 4 тысяч лет. Зародилась она в Центральной Азии. Сюжеты, посвященные этому занятию, часто можно встретить на многочисленных наскальных изображениях в горных районах по всей территории Кыргызстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова